Книга «Открытым оком», тема «Святая Библия», 10-й том, вопрос 2381. Есть ли в Ветхом Завете пророчество о пришествии Христа? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Исследователи находят несколько сот пророчеств о первом пришествии Христа на землю. Первое пророчество было в раю. Бытие 3.15. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». О рождении Христа и самое подробное и обширное пророчество о смерти Иисуса мы читаем у Исаии, 53-я глава. Жертва Авраама говорила о Христе, евреям 11-19. «Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предназнаменовании». Исайя, 9-я глава, 6-й стих. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». Это о первом пришествии. А вот и о втором пришествии Христа. Книга пророка Агея, 2-6. «Ибо так говорит Господь Савалов, «Еще раз, и это будет скоро, я потрясу небо и землю, и море и сушу». Предшествующие для Дни Антихриста описаны. Книга Мосса, 8-12. «И будут ходить от моря до моря, и скитаться от севера к востоку, ища Слово Господне, и не найдут его». Веткий Завет готовил людей к пришествию первому, к принятию Мессии. А уж о втором пришествии будут думать принявшие Иисуса, ожидающие Дня Господня. Стихотворение. «Похожим на отца меня считали, и я тщеславно так и полагал. Моей заслуги в этом было мало, а кто меня скопировал, не разузнал, был мал. В предсмертной фотографии отца, с предчувствием себя я узнаю, Растерянные так же волоса, глаза глухого слышать устают. На птиц хотелось в детстве быть похожим, на облака и даже на зарю. Весь в чувствах молодых ночами тот же самый, о чем и днем с улыбкой говорю. От многого легко освобождаюсь, передаю заботы молодым. Не трудностей страшусь, не волк я и не заяц, сгоряю до конца, слегка лишь виден дым. «Похожим быть на мудрых оксакалов, не выдержать и искренно смеясь, смеюсь. Еще легко штурмуюсь, ересь скалы, все так же проповедую, молюсь. Похожим быть на Павла Златоуста, они пенсионерами не стали. Перелагаю возраст их на русский, чтоб мускулы до смерти, как и стали. Когда я дома, то зарылся в книгах, но посох подорожный и рюкзак. Всегда готовы, приближаюсь к рингу, канаты щупая, но надо подлезать. Сгибают тяготение земное, земля свое зовет и забирает. Прожаренный под атеизм и зноем, не лезу в лоб, а подбираюсь с краю. Пророк Иеремия, вместе мы громили, лжетолкователей и нового завета. Пророков имена на мне, но без фамилий, и между нами не было столетий». 2004 год, Игнатий Тихонович Лапкин.